Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семян и Чемоданах и с вами я Смарян. Я вас приглашаю в новый выпуск, а приехали мы... Узнаёте кто узнал, кто не узнал? Мы приехали в Абраудерсор, здесь нет ветра, здесь греет солнышко и прекрасно. Поэтому нажимайте лайки, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Мы здесь вот так вот по колхозному припарковались, вот здесь вот белое здание, по карте столовая. И причем пробивается, что сегодня работает. В итоге подошел к мужику, спрашиваю, работает нет? Он говорит, нет, не работает, говорит, вы не первые такие. Здесь вот припаркованы машины все, просто останавливаются и бегут в магнит покупать еду. Потому что очень сильно хочется кушать, не одним нам. А пока мы ехали, у нас уснули все, представляете? Просто сонное царство. Даже Настенька на самом деле тоже подремала. Что касается дороги сюда, здесь дорога от Новороссийска идет такая серпантиная. Есть что посмотреть, есть на что поглазеть. И еще, здесь при въезде вокруг Новороссийска сразу начинаются платные парковки. Если вы проедете чуть дальше, дальше всего этого озера, то есть бесплатные парковки и несколько штук. Даже можно здесь оставить и отсюда прям начать. Но мы поедем чуть дальше, сейчас покажу ее чуть попозже. Огромная бесплатная парковка. В итоге сходили, просто в магнит купили булок, Настеньке взяли какой-то полезный хлеб. Так вот, перекусываем. У нас еще есть газовая плиточка, поэтому сейчас чаечек и красота. Вот мы уже снарядились вот так вот, как обычно, припарковались. Вот тут, видите, большая такая парковка. Мне кажется, даже в сезон мест всем хватит. И она бесплатная. Она бесплатная, в общем, пойдемте гулять по этому прекрасному озеру. Хочется сразу сказать, что вообще на самом деле это напоминает озеро Рица, либо Суко. Вот, здесь есть вейк-парк Абрау, шашлык-машлык. Здесь все это заработает, буквально чуть-чуть надо времени. Также люди сюда заезжают на машинах дальше, жарят шашлычки. Вот они стоят, беседочки. Слушайте, идеальнейшее, прекраснейшее место для отдыха. И вот оно, озеро. Смотрите, какая красота. Видите? Как классно. Оно выходило из берегов и совсем даже недавно здесь вода стояла, и гулять было абсолютно невозможно. Наша задача сейчас туда вот пройтись, погулять вот вдоль всего озера. Будем, так сказать, ходить и изучать. Кто-то там себе вон на горе замок отгрохал. Красота. Ну, пойдемте дальше. Вон, люди, кстати, купаются. Ну и, собственно, здесь вдоль, дальше вот туда по дороге, где смотровая будет, сейчас покажу. Тоже вот это вот все парковки, это уже бесплатно. То есть, в самом начале там вообще все парковки оккупированы, все поплатное. Вот такая здесь движуха. Тыц-тыц-тыц, детская площадка. Абрау. Сайлинг. Парусный клуб. Идем вот по такой вот теневой дорожке. На самом деле, если там припарковываться и идти, даже летом будет хорошо, потому что здесь такой полнейший тенек, справа, справа озерцо, а вот слева тоже бесплатные парковки. И мы, получается, с этой тропинки вот сразу выходим на смотровую площадку. Здесь слева часовня, в которую тоже можно зайти, вход открытый. Вот. И, собственно, про что я говорил, это пешие маршруты. Ой, здесь очень много всяких маршрутов классных. Видите, их золотое кольцо над морем, путь к усадьбе, ботаническая тропа, путь домой, дому йоги, от озера к морю, нифига себе, путь к дому виноградня, виноградный терраур, терруар. Во, вот так вот. Ну и, собственно, вот она, видите, сама смотровая площадка. Здесь есть бинокль, не знаю, платный-бесплатный, еще посмотрим. Но в целом виды, конечно. Вау. А, ну вот, до сих пор затоплено надписи Брау-Дюрсо. Вот она, видите, там все в воде. Видишь, надпись на все, он до сих пор в воде и беседка в воде. Пошел Родион. Подожди, Родион, подожди, отойди, пожалуйста. Отойди, пожалуйста. Да. Так, сейчас посмотрим, что там видно. Ничего не видно вообще, почему-то. Вообще видно. А, ну не знаю, не, почему-то, нет, не видно, ладно, смотрите. Почему-то не получилось в бинокле ничего вам показать через этот один глаз. Не знаю, почему, вообще вроде так показывал, когда в Геленджике гуляли, получалось. А дальше нас ждут ступеньки вниз. Я не знаю их количество, но на самом деле немного. Вот, все, они заканчиваются. Попадаем в красоту. Кстати, здесь, видите, видимо, когда-то они были выкрашены по цветам. А сейчас уже такого нету. Какой здесь красивый ресторан. Сразу смотрели с видом на Абраунди Руссо. Да, классно. Интересно, насколько сильно там все затоплено. Вообще было гораздо сильнее. Да, погулять здесь один раз хотя бы, один раз хотя бы тут вот стоит. Красота. Кстати, у них здесь есть приложение. Можно какое-то приложение скачать. А, вот, и чтобы был ли эти пеший маршрут у вас. Вот, видите, как здорово. Вон ступеньки уходят, но пока уходят куда-то в воду. Возможно, еще чуть-чуть обмелеет и будет вообще красота. Вон уточки плавают. Вот они, уточки. Ты чего толкаешься сейчас тут-то упадешь? Родик, не надо, мы тут обсовывали. Красавчики. Плавают, плавают, да. Вот видите, какие обвалы. Это вот, собственно, из-за того, что вот так вода выходит из берегов. Все подмывает. И вот так вот все обваливается. Сезон не за горами. Уже едут туда туристы. В июне будет трындец, а вода вообще не уходит. Обалдеть просто. Вот так вот, видите? Жестко. Ну, надеюсь, что все же решат вопрос. Сделают, наведут красоту. Ну, на самом деле, если вот на это все не обращать внимания, ты просто идешь и вот так вот наслаждаешься этим шикарнейшим озером. И, кстати, здесь же по вечерам проходят фонтаны цветные, с музыкой. Шоу фонтанов называется. Вот. Но мы сегодня это явно не застанем, потому что еще не сезон. Вот мы подходим с вами, прям, так сказать, к центру самой движухи. Здесь, кстати, катаются катамараны, как норицы. И как насуко. Можно вот взять, поплавать. Кораблики ходят. Видите, вот корабль. Отплывает. Здесь что-то с вином связано. Вино же Абрау, это же вино. Вот. Первое, куда мы заезжали, это именно прям завод, магазин Абрау-Дюрсо. Но мы проехали дальше. Там как раз первая платная парковка. Прям на въезде, возможно, сейчас дойдем. Вот. А здесь вот она вся движуха. Самая такая основная набережная. И можете заметить, что вода только вот она спала. Потому что... Видите, как ее много? Просто жесть, на самом деле. Вот они лодочки. Их тоже можно взять в аренду. Вот. Аренда лодки. Табличка висит. Вот здесь есть указатели. Экскурсии, дегустации, ярмарка, туалет, гранд-кафе Абрау-Дюрсо. Фирменный магазин Грот. Парк Абрау. Гастрономическая школа Абрау-Дюрсо. Лодочная станция. Барбекю бар. Аква. Внимание, в течение года вылов молоди рыб по смену... А, так, я понял. Ладно, это нам не нужно. Так, ретро-пароход. Шампань до трех лет бесплатно. Взрослый 800. Дети 400 рублей. Да. Так, двигаемся дальше. Вот про что, собственно, я говорил. Посмотрите, там все затоплено. Туда мы и не пройдем. Были бы, если только есть резиновые сапоги, то, конечно, можно было бы. А здесь какая-то скульптура интересная установлена. Так, вот такой сквер. И все. И вода. Видите? Представляете, вот здесь вот, буквально там неделю-две назад, вот здесь вот была полностью... Все было в воде. Чуть-чуть подальше пошел. Вот можете такой оставшийся масштаб наблюдать. Видите, как все деревья в этом. Да, печаль. Я-то думал, мы туда пройдем, но нет. Здесь вот аттракционы нет платно. Так, батутики. Детская площадочка. Карусельки. Тут беседки со всякими ярмарками установлены. Вот. И, собственно, сама аллейка. И даже есть вот такой вот паровозик, на котором тоже можно прокатиться, видимо, по всему Абрау. Эх, жалко, нет. Дрона поломан. Лежит пока. Ждет ремонта. Так, конечно, здесь было бы здорово полетать. Вот. Смотрите, какой большущий компас сделан. Наши дети мимо площадок вообще не могут пройти. Вот просто одна за одному, одна за одному. Так, вот про что я вам говорил. Здесь все такие вот палаточки установлены. Всякие блины, сувениры. Туда сюда. Вон даже такая красивая карусель. Смотрите, какая установлена. Да. Здесь все подсвечивается. Вечернее время. Ай, ставь. Видишь, как красиво. Не все еще открыто, но скоро все откроется. А вот это, собственно, сам, видимо, завод. 1870 год. Абрау и Дюрусо. Русский винный дом, представляете? И здесь такая красота цветочная начинается. Вот это дерево, которое безумно интересно. И фиолетовая, и зелененькая. И тюльпанчики. Короче, кто любит эту красоту цветочную, можете приезжать. Все цветет, все растет, все пахнет. Вон там в тени такие качели установлены. Ну, вообще красота. Ну, давайте я вам покажу само здание. Абрау и Дюрсо. Слушайте, выглядит, конечно, очень великолепно. Фоток, знаете, исторические. Видите, какая красота. У них даже есть, типа, своя маршрутка. Такая, видите, фирменная. Здесь у них, кстати, еще есть даже столовая. Мы туда не заходили. Не знаю. Ой, какая фотозона. Посмотрите, какой красивый автобус у них. Вот, здесь можно возле него сфотографироваться. Фотка будет точно от пар. Вот у нас столовая. И целая елка из винных бутылок. Видите, как здоровенькая. Ох, красота. Конечно, все фотографируются возле нее. Здесь такой крутятский автобус стоит. Вообще. Вы просто посмотрите, внутри, внутри там все, как было раньше, все настоящее. Двигаемся дальше. Тут уже, видите, музыканты играют, поют. Стоит сердце. Давайте подойдем, почитаем, что за сердце. Здесь есть табличка. Почему я нежно целовать твои плечи? Скульптура всем влюбленным. У твоих сходить с ума. В общем, прочитали же, нужно пройти здесь, оказывается. Но мы, правда, не вдвоем, мы втроем. Мы втроем на свете. И это больше, чем слова. Знаю не... А дальше начинается такая красивая аллея, судя по вот этим белым штукенциям. Я так понимаю, что оно подсвечивается в темное время. Но очень красиво. Сейчас вам покажу топовую беседку. Я таких еще не видел. Видимо, человек-птица сделала это. Видите, какая красота. Гнездо просто. Вот мы обошли. Видите, как все затоплено. Так грустно на самом деле, потому что хотелось, конечно, и там походить, и тут походить. Но все в таком состоянии. Там вот видно... Опа! Такие типа и струб эти сварены. Это что, очки типа, наверное, были? Вот они стоят. Ну и, собственно, здесь все в воде вообще. Куда ни посмотри, кругом вода. Вон где катамараны. Тоже вода. Так, а здесь что у нас? А, ну, собственно, здесь можно лодочки и брать на прокат. Вот, здесь можно, видите, взять, но... Вот, все-все-все затоплено. Просто триндец. И, естественно, из-за этого затопления тоже канализации текут. И, конечно, имеет здесь такой запах специфический, мягко сказать. А здесь, прям как в южных культурах, в Сочи вот так вот тоже вода. Вот эти красивые деревья, все цветет. Но туда тоже подойти нельзя, потому что все затоплено. Ну, короче, немножко не сезон еще. Смотрите, еще какая здесь красота есть. Называется Магазин Грот. Русский шампанский дом Абрау-Дюрсо. Ну, пойдемте, посмотрим, что там. Мои-то уже заскочили, конечно. Какая красота. Так, ну давайте. Смотрите, даже стыдит аппарат сразу. Все эти разные коллекции Абрау-Дюрсо. Можно просто даже и бокальчики купить. А чуть дальше зашли, вообще прикольно. Как будто мы в подвале находимся. Но на том, видимо, он и Грот. Просто такая атмосфера. Так, ладно, будем двигаться. Я вообще первый раз в таком месте. Так, здесь еще и проводят, как бы, консультации. Вообще, гляньте, какая чистая. Вот сюда же еще можно пройти, по-моему. Здесь же такие красивые этикеточки. Бутылок. Вот, я такие вообще нигде не видел. А по ценам, например, вот, 340. Табличка не является вином. Вообще прикольно. О, а это типа детская? Детская Абрау-Дюрсо, приучайте детей с детства, да, как говорится? Шампанцем. Помимо вина, здесь еще шмот продается. Всякие сумки, видите? Ой, извините. Силу и бетон, только Абрау-Дюрсо. Сувениры. Видите, как тарелочки, да, уже есть чай. Чай Абрау-Дюрсо. Видимо, это липтон распаковали, перетусовали. И пазл. О, прикольно. Пазл, конечно, прикольно. Из-за года. Я, на самом деле, впечатлен. Вот прям классно сделано все так очень интересно. Запах такой идет. Красивые вот эти вот подсветочки. Вот эти этикеточки все переливаются. Очень клево. Очень хочется потратить деньги, да? Мы даже вроде не пьем, и нам это не нужно. Но купить хочется просто красивая этикетка, да, упакованная. Ну, прикольно. Да, классно. А мы вышли, так называемый, центр Абрау-Дюрсо. Здесь вот рестораны. В честь Абрау-Дюрсо. Недвижимость Абрау-Дюрсо. Центр туризма Абрау-Дюрсо. На самом деле, даже думать не стали, как называть. Бренды свои просто все называется. Абрау-Дюрсо. А здесь... Фудкорт в виде. Селфи. Селфи-бургеры. Есть питы. Лепим и варим. Абрау-Дюрсо. Че хочешь. Ой, даже есть продукты из Абрау. Такие красивые центральные ворота. Арка. Абрау-Дюрсо. Лимонад-Дюрсо. Да. Но лимонад-то не дюрсо. Это просто игрушка. Че, пупсача. Еще вот я про пакурковку, которую я вам говорил. Вот фирменный магазин Будка стоит. Вот самая первая. А здесь такая красивая вывеска. Похожа на вывеску страна Коктебель в Крыму. Только там написано Абрау-Дюрсо. Мои вот и пошли. А я с Мирончиком дошел. Видите, такая красивая арка. Абрау-Дюрсо. Вот на этом прекрасном месте с этим прекрасным видом будем завершать этот видеоролик. Шикарно погуляли. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто отдыхал в Абрау-Дюрсо, пишите, как вам. Конечно, очень хочется сюда снова приехать, когда здесь уже будет... Потеплее, почище. Во-первых, потеплее, почище, посухо, чтобы не воняло. И когда здесь будут, конечно же, вот эти поющие фонтаны. Наверное, это будет конец мая. Ну, не факт. В общем, прощаюсь с вами. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok